Есть отрезок красочной ткани, в переводе саронг обозначает, у мужчин тоже есть рубашка, она называется сафари, так как на Бали существовало 9 различных регионов, мужской же головной убор называется удэнг. Друзья, всем привет! Мы находимся на Бали, в центре у Будды, в центре сердца этого острова. Я решила рассказывать про костюмы в тех или иных странах, потому что чаще всего мы используем национальные костюмы, когда мы делаем кадр в Follow Me Too, поэтому логично, наверное, рассказывать немножко историю этих костюмов, о том, как это создается, потому что немало известно, что знаменитые дома моды очень часто пользуются какими-то фишками из разных стран, а я буду просто рассказывать о тех исторических моментах и вещах, которые происходят в том или ином месте. Сегодня Бали и национальный балийский костюм, но не просто национальный балийский костюм, я решила рассказать, а точнее, за моей спиной находится свадебный, королевский свадебный национальный костюм, мужской и женский. Скоро мы продемонстрируем, как это все происходит, как это все надевается. Вообще, все, что нужно знать о национальном костюме, о балийском национальном костюме, находится за моей спиной. Сейчас расскажу. саронг он это такой прямоугольный кусок ткани просто прямоугольный кусок ткани разных цветов с очень красивым рисунком переводе саронг обозначает прикрывая наготу вообще классической форме он должен быть ниже колена вот посередине икры или может быть вообще донизу его наматывают в несколько слоев и подвязывают неким поясом вообще саронг также имеет название как кембин кембин и камен кембин слово вообще японская и многие говорят о как это острова и они находятся не так недалеко и очень много взаимствовано вот поэтому она как-то трансформировалась в камень но в ходовом в туристическом это все-таки саронг так как на бали существовало 9 различных регионов районов которые в которых были свои определенные правила до сих пор балийские костюмы балийский саронг сохранился таким который он был когда-то давным-давно сейчас ее нет но в классическом балийском костюме существует также такая вещь как кибая это женская белая блузка с длинным рукавом она прикрывает на которую надевают саронг то есть верхняя часть от кибая у мужчин тоже есть рубашка она называется сафари у меня к сожалению это такой свадебный набор она не классическая но мужчин вот этого сафари рубашка на которой они также могут носить саронг она тоже присутствует это можно увидеть по пути пока вы едете в кафешку или в ресторан и местные жители в этом до сих пор ходят и это очень уникально и удивительно есть отрезок красочной ткани кем крик он называется кем крик отрезок красочной ткани который туго связывают меня это к сожалению пояс у меня его с собой нет и этим пользуются люди которые работают на полях женщины кен крик они очень туго его связывают длинный чаще всего и вяжет вот сюда чтобы на голове носить различные фрукты переносит воду переносит переносит какой-то урожай до свой вот это кен крик называется мужской же головной убор называется у днк он также а сворачивается он также бывает разных цветов чаще всего это яркие цвета он также сворачивается крепенько он гораздо меньше чем этот пояс я к примеру показываю то есть он сворачивается обязательно макушка не прикрыта и спереди находится вот такой вот хвост ну грубо говоря но не так конечно как я сейчас делаю но вот у них торчит вот такая штука называется днк сейчас магазинах в современных балийских магазинах можно уже найти свернутую ты ее просто надевать тебе не надо ее скручивать завязывать определенным образом уже все готово уже все полезно но сегодня мы будем делать кадр и сегодня мы покажем очень красивый костюм свадебный они очень любят украшения украшения чаще всего идут камнями с различными вот очень красиво это такой на шею красивый вот очень красиво и именно королевские они и мужчина и женщина носят короны очень тонко сделанные такими с развить плюшечками я вам покажу сейчас мы собственно говоря нарядимся и КОНЕЦ КОНЕЦ